всем привет меня зовут валерия маслова и сегодня мы продолжаем наш марафон по лепке ягод и фруктов и как всегда вся информация будет у меня в инфобоксе под этим видео а сегодня мы будем лепить крыжовник крыжовник я решила слепить из полупрозрачной полимерной глины но это совсем необязательно и если честно с полупрозрачной возникает много сложностей но для начала мне потребуется обычная полимерная глина которая будет внутренней частью вот это прозрачная полимерной глины я ее смешала из полупрозрачный зеленый полупрозрачный белый цернит а еще для прожилок мне понадобится такая зелено-желтоватая немножко глины я ее смешала из той же полупрозрачный зеленый и полупрозрачный белый и добавила немножко белого так как они не должны быть такими полупрозрачными и кусочек желтого на самом деле если вы используете готовую полупрозрачную цветную глину и смешивать ее с какой-то другой то результат в итоге может вас удивить потому что вы не сможете его контролировать при смешении цветов поэтому может получиться немного не тот цвет который бы вы хотели изначально поэтому небольшой совет запеките вот эти вот полупрозрачные цвета которые у вас получились заранее посмотрите какой цвет получится в итоге итак приступаю к лепке мне из полимерной глины которая в принципе будет никому не видна это внутренняя часть я из нее делаю бочонок а полимерную глину полупрозрачную зеленую я прямо пальчиками размяла и можно так сказать раздавила в пласт которая полимерная глина желтоватая я ее раскатала уже достаточно тонко потому что прожилки должны быть тоненькие накладываю более толстый зеленый пласт на желто-зеленый и срезаю лишнее чтобы они были одного размера теперь я пальчиками все это прижимаю и буду разрезать это лезвие на одинаковые части и складывать чередуя цвета сильно я это сжимать не буду потому что когда я буду потом растягивать колбаску она и так уж мется но мне здесь нужно соблюсти высоту потому что сейчас у нас получается как бы трость и этой тростью я буду оборачивать вот этот вот бочонок из обычной глины нарезаем не очень тонко потому что потом будем вытягивать и так как полупрозрачная глина создают такой эффект глубины чтобы все таки она там была они верхние только пленочка теперь сглаживаем и раскатываем получившуюся нашу новую колбаску можно рук на руках можно на рабочей поверхности получившуюся колбаску нужно будет разрезать на пять частей соответственно потому что у нас будет пять крыжовников и теперь мы будем из заготовки формировать уже сам крыжовник то есть у нас на срезе видно та глина которая была внутри нам ее нужно закрыть и как бы мы ее немного натягиваем такими растягивающими прищипывающими движениями это делаем с одной стороны с другой стороны таким образом у нас натягивается и сам рисунок то есть полосочки проходит у нас до самого конца и закрывается вот это вот внутренне некрасивая глина и теперь этот коричневый кончик у крыжовника я разрыхляю зубочисткой кончик один мы вытягиваем а второй делаем более округленный именно туда мы будем добавлять коричневую глину и теперь можно что-то подправить окончательно и дальше мы кладем крыжовник на губку запекаем при температуре 130 градусов 30 минут или как указано на вашей упаковке полимерной глины крыжовник после запекания у меня очень сильно потемнел и в этом случае как я уже говорила это особенность полупрозрачной полимерной глины но все равно мне мой результат очень нравится и я надеюсь у вас тоже не возникнет никаких проблем я старалась сделать мастер-класс как всегда максимально простым чтобы у всех все получилось а сейчас пока пока до новых встреч и мы с вами обязательно еще увидимся в новых роликах у нас осталось два видео еще два мастер-класса по нашему марафону на сегодняшний день и 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